Еще два года назад на этом участке были лишь деревья и неподатливая земля. И если пучву удалось распахать, то с сорняками война идет до сих пор. Сергей признается, на самом старте участок имел первый и второй уровни сложности, то есть одни из самых суровых. Сначала заработали с мультером, убирали, слоняли, измельчали. Потом обрабатывали диской бронной АБДТ, в три следа даже делали. И вновь вырастает все равно сорняк этот дерево. Сейчас пытаемся, вот другим тракторам заказ, плуг был заказом, мощный. Стараемся им вот выкорчевать корни. Век назад здесь вовсю развивались крестьянские хозяйства и образовывались колхозы. Но годы забвения превратили поля в заросли. Сегодня все работы от мульчирования до первого посева делали практически вдвоем. Сергей и сам хозяин вместе с ним. Часть техники взяли в аренду, часть закупили на собственные средства. Сейчас два участка земли уже засеяны под зиму. 100 гектаров пшеницы и 150 подрожь. Если первый урожай покажет хороший результат, то в дальнейшем добавится и картофель. В этом году хозяйство получило субсидии и разрешение на особые сорта зерновых культур. Такой стимул должен помочь фермерам увеличить эффективность и быстрее выйти в прибыль. Это фермерское хозяйство начало работать с 2018 года. Первые площади они ввели в оборот уже в 2019 году и получили тогда первую меру поддержки. Это порядка 300 с лишним гектар земли, порядка 5 миллионов рублей. Эта компенсация была чуть больше 30% от произведенных затрат на ввод земли в оборот. Правительственная программа по освоению залежных земель началась 4 года назад. Тогда в планах было преодолеть отметку в 150 тысяч гектаров земель. Пока удалось освоить только около 25 тысяч. А общая сумма материальной поддержки составила 150 миллионов рублей. В этом году чуть больше 9 тысяч гектар было введено. Для сравнения, прошлый год 7 тысяч. Соответственно, мы каждый год потихоньку наращиваем темпы ввода земли в оборот. Хотя, конечно, планы остаются очень большими. И неиспользуемые площади остаются, конечно, гигантскими. В целом более 300 тысяч гектар только пашни, не считая сенокосов и пастбищ. Главная задача для хозяйства Магатова сейчас – это привлечь новых работников и обновить техникум. Тогда процесс освоения земель ускорится в разы. А пока будут дожидаться первых ростков пшеницы и ржи. Денис Воробьев, Денис Железов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...